Когда ветро, доверху наполненное водой, опустили медную деталь, масса ветра увеличилась на 3,2 килограмма. Какова масса детали? Для начала запишем дано. Изменение массы дельта М равно 3,2 килограмма. Плотность воды равна 10 в третий килограмм на метр в кубе. Плотность меди равна 8900 килограмм на метр в кубе. Найти массу детали. Масса детали неизвестна. Напишем формулу массы. Масса М равняется произведение плотности детали на объем детали. Эту формулу необходимо знать. Рассмотрим изменение массы. Изменение массы дельта М равняется масса второго эксперимента минус масса первого эксперимента. Рассмотрим массу первого эксперимента. Масса в первом случае будет равняться масса ведра плюс масса воды в первом случае. Масса во втором случае будет равняться масса ведра плюс масса воды во втором случае плюс масса детали. Соберемся воедино. Подставим наши две массы в ранее написанное выражение для изменения массы. Тогда у нас получается, что изменение массы Δm будет равняться масса второго, это масса ведра, плюс масса воды во втором случае, плюс масса детали, минус масса в первом случае, это масса ведра и минус масса воды в первом случае. Заметим, что масса ведра у нас взаимоуничтожается. Тогда у нас получается, что изменение массы будет равняться масса воды во втором случае, плюс масса детали, минус масса воды в первом случае. Рассмотрим массу воды в первом случае. Масса воды в первом случае будет равняться плотность воды умножить на объем воды, то есть на объем ведра. Масса воды во втором случае будет равняться плотность воды умножить на объем воды. Объем воды во втором случае это объем ведра минус объем детали, так как деталь вытеснит часть воды. Подставим полученные массы в ранее написанное выражение для изменения массы. Тогда у нас получается, что Δm будет равняться масса воды во втором случае это плотность воды умножить на скобку объем ведра минус объем детали плюс масса детали и минус масса воды в первом случае. Это плотность воды умножить на объем воды. Преобразуем получившиеся выражения. Для этого раскроем скобки. Тогда у нас получается, что Δm будет равняться плотность воды объем ведра минус плотность воды на объем детали плюс масса детали минус плотность воды умноженная на объем ведра. Заметим, что объем ведра умноженное на плотность у нас за ним уничтожается. Тогда у нас получается, что изменение массы Δm будет равняться массой детали минус плотность воды на объем детали. Еще раз преобразуем получившееся выражение. Для этого рассмотрим массу детали. Масса детали будет равняться плотность мети умножить на объем детали. Подставим нашу массу детали в ранее написанное выражение для изменения массы. Тогда у нас получается, что изменение массы Δm будет равняться плотность мети объем детали минус плотность воды умножить на объем детали. Заметим, что в правой части мы можем вынести общий множитель. Объем детали вынесем. Тогда у нас получается, что объем детали умножен на скупку. От первого слога у нас остается плотность мети, а от второго минус объем воды. Все это равняется изменение массы Δm. Выразим отсюда объем детали. Тогда объем детали будет равняться изменение массы знаменатель разницы плотностей плотность меди минус плотность воды. Воспользуемся ранее написанным выражением для массы детали. Тогда у нас получается, что масса детали будет равняться плотность меди умножить на объем детали. Это изменение массы знаменатель плотность меди минус плотность воды. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда масса детали будет равняться плотность меди умножить на объем детали. Воспользуемся масса детали равняется плотность меди умножить на объем детали. Посчитав, получаем примерно 3,6 кг. Запишем ответ. Масса детали равняется 3,6 кг. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Спасибо за внимание.